Гефсиманский скит, безусловно, достопримечательность Сергеева Посада. В интернете десятки восторженных отзывов туристов, в том числе и о живописном водоеме. Правда, в последнее время по соседству с ними стали появляться и отрицательные отзывы. Люди говорят, что здесь неприятно пахнет, вода мутная и парит. Жалобы на якобы канализационные стоки стали поступать в водоканал. Там оперативно отреагировали. Мало ли, через дорогу от пруда действительно есть канализационно-насосная станция номер 23. На нее первое упало подозрение. Убедились, что канализационные стоки, как таковые, не могут попадать в пруд, потому что КНС работает в штатном режиме. Баланс прихода и расхода сточных вод соблюден полностью. Аварийный выпуск полностью опломбирован, задействован не был. Да и КНС-23, уверяет инженер, всегда уделялось повышенное внимание. Все-таки памятник архитектуры рядом. А запах от нее при соответствующем направлении ветра в низине, а пруд именно в ней может и сохраняться. Тогда что уже портит воду в пруду? Дмитрий Ведерников сюда ходит уже как на работу. Составил схему обследования всех возможных в районе труб и делится находкой. Это оголовок выпуска ливневой канализации. Из нее происходит излив водной среды, скажем так, повышенной температуры, потому что неоднократно наблюдаются испарения. А далее по трубе под дорогой жидкость, возможно, попадает в пруд. Но вода, говорит инженер, не грязная, скорее известесодержащая взвесь. Она, возможно, и придает воде мутный цвет. И уже в районе Котельной был обнаружен третий ливневый колодец, который разрушен сильно. И он находится на территории. Она изрыта. Из провалов грунта опять же зафиксированы испарения. Это говорит о том, что какие-то утечки возможны теплоносителя. Именно тут? Да, именно в районе Котельной. Но опять же это как возможность. Потому что здесь ее еще пересекают теплотрассы и два компенсатора. По просьбе администрации «Газпромтеплоэнерго» сейчас проверяет и все свои близлежащие коммуникации на предмет утечек. «Газпромтеплоэнерго» по просьбе администрации проводит отбор проб и проведение их анализов. После этого будет понятно. Пеший обход выше по направлению этого стока мы предприняли. Но явного направления, откуда попадает эта вода, мы не нашли. Еще раз оговорюсь, это не канализация. Это прозрачная, теплая вода. Пробы жидкости будут готовы после праздников. Кроме того, параллельно ведется общение с сотрудниками службы ЖКХ, Института Минобороны и коммунальных служб СКИТА. Полностью не исключили версию несанкционированного сброса. Есть вариант стока в дороге. Все версии прорабатываются. Жанна Леонидович, Лавшумов, программа «События».